Я не знаю, что будет, если мы не перейдем к власти. Я просто не знаю, что произойдет. На данный момент десятки израильских солдат сидят в израильских тюрьмах за отказ служить на оккупированных территориях. Невероятно. Но месяц назад была демонстрация, в которой участвовали сотни учеников 12-х классов из Северного Тель-Авива. Они собрались у здания Министерства обороны и заявили, что когда закончат среднюю школу и пойдут служить в армию, они не будут служить на оккупированных территориях. Это дети Северного Тель-Авива, которые не понимают, что для араба оккупированные территории – это Северный Тель-Авив тоже. Вам не нравится Питер Дженнингс? Израильское телевидение в сотни раз хуже Питера Дженнингса. Оно отравляет нас каждый вечер. Каждый вечер мы смотрим фильмы, в которых родители арабы сидят у своего разрушенного дома и плачут. Армия разрушила наш дом. Почему? А потому что их сын убил еврея. И этим бедным родителям позволено плакать и наполнять все больше и больше евреев все большим и большим чувством вины. Питер Дженнингс – это просто мозоль, а израильское телевидение влияет на нашу молодежь и наполняет ее чувством вины и ненависти к самим себе. Наверное, мы захватчики, наверное, мы фашисты, наверное, мы то-то и то-то. Израильское телевидение принадлежит государству. И где же Шамир? Уволя их, выбрось их на улицу. Но бедненький Шамир лучше Переса.